орден тамплиеров тайное братство зародившиеся в агонии средневековья чтобы исчезнуть после двух веков существования об этих людях оставивших след в истории сохранилась легенда подарившая им славу их белые мантии с легендарными красными крестами несметные сокровища дисциплина и свирепость в битве это были элитные войска спецназ 12 века спустя тысячу лет тайны до сих пор окружают этих солдат христа священники монахи рыцари кто они английский хроникер называл их новым монстром кто стоял за созданием ордена тамплиеров какова была его миссия и как они достигли такого могущества так быстро концу 12 века тамплиеры стали влиятельной международной организацией благодаря экспертам в этой области изучая письменные свидетельства мы исследовали рождение легендарного братства уникального феномена помеси монаха и солдата это нечто неслыханное военный кодекс внутри религиозной общины отдельные христианские мыслители считают что смешивать молитву и битву это кощунство от засушливых регионов востока до французского и английского двора мы рассмотрим зарождение первых тамплиеров и увидим как они направили деяния папы королей и народа всей европы на благо своей цели люди начали предлагать огромные суммы пожертвования ордена тамплиеров в графстве шампань в бургундии в эль-де-франц дома тамплиеров появлялись через каждые 30-40 километров беспрецедентное распространение власти это рассказ о тамплиерах о горстке людей превративших простое солдатское братство в религиозный орден способный возглавить правление европой тайна тамплиеров рождение братства иерусалим именно здесь в разгар средневековья зародились первые тамплиеры в то время это была лишь горстка рыцарей практически нищих но набожных и обученных в бою они поклялись посвятить своей жизни одной цели в защите святой земли и христианских паломников которые прибывали сюда воздавать молитвы чтобы понять их происхождение нам следует вернуться в конец 11 века в тот момент религиозное сообщество разделилась на западе европа подчинялась христианской церкви и папе римскому северной африкой южной испанией и ближним востоком правил ислам и турки угрожали византийской империи и ее столице константинополю территории православной церкви папа урбан второй призвал к деятельности и тысячи христиан отправились в первый крестовый поход на отвоевание святой земли спустя три года жестоких боев крестоносцы заняли немало земель в том числе город иерусалим где был распят иисус христос и где находится его могила они добрались до иерусалима летом 1099 года и в течение месяца стояли лагерем под стенами города это была осада иерусалима когда им наконец удалось прорваться за стены началась кровавая баня говорили что кровь бежала по улицам по колено это наверняка средневековое преувеличение средневековые хроники любят приукрашать масштаб резни но битва была крупная погибло много мусульман в первом крестовом походе зародились государства крестоносцев графство эдесское антиохийское княжество графство триполи и иерусалимское королевство ирония в том что после этого эпического похода длиной в три года разорив множество городов крестоносцы вернулись назад в европу на заре двенадцатого века государством крестоносцев опасность угрожала со всех сторон и зависела от нескольких рыцарей разнородного происхождения поселившихся здесь перед теми кто остался на востоке после первого крестового похода стала задача удержать небольшие отвоеванные территории на долгое время с военной точки зрения у них были враги в дамаске способные поднять армию в несколько тысяч человек и в алеппо еще больше и фатимитский халифат в египте мог поднять до 15 тысяч воинов учитывая то что государство крестоносцев в первые годы были не способны собрать больше пары сотен рыцарей причем в основном пеших это серьезная задача в иерусалиме началось христианское паломничество организованная властями священного города королем иерусалима латинским патриархом стоявшим во главе церкви и предписаниями храма гроба господня регулирующими религиозную жизнь города храм гроба господня эта церковь расположенная на месте распятия и захоронения христа это институция самого начала привлекала верующих христиан а потому именно она стала главной церковью иерусалима вокруг храма гроба господня их патриарха и предписаний строилась вся иерархия религиозной жизни востока на ее стороне был орден братьев иерусалимского госпиталя святого ивана крестителя они принимали паломников и ухаживали за больными однако гарантировать безопасность становилось все труднее пилигримы прибывающие в иерусалим подвергались опасности нападений партизанов то есть прямо в близи священного города на тебя могли напасть укромные уголки священного города ни в коем случае нельзя было назвать безопасными в те времена тамплиеров еще не существовало солдаты отвечающие за безопасность пилигримов назывались милитас санкти сепулкри рыцари гроба господня это братство вооруженных граждан которые самоорганизовывались для защиты гроба господня жителей и вообще иерусалимского королевства милитас санкти сепулькри не были частью церковного ордена гроба господня или ордена святого иоанна крестителя можно сказать милитас санкти сепулкри занимались охранной паломников и предписаний защиты и в случае необходимости слабых областей это двойная зависимость рыцари зависят от предписаний которые руководят их духовной жизнью и от братьев иерусалимского госпиталя святого иоанна крестителя которые содержат и кормят их среди этих рыцарей гроба господня оказался один возжелавший независимости его целью было формирование более сильной группы смешанного ордена о каком никто ранее не помышлял солдатах нового типа одновременно бойцах и представителях религии этот рыцарь стал основателем общины которая позднее станет известно как орден тамплиеров его личность в истории впервые упоминается в хрониках 12 века написанных михаилом сирийцем патриархом антиохийской яковицкой церкви в начале правительства балдуина второго из рима в иерусалим пришел французский паломник после трехлетней военной службы королю он дал клятву не возвращаться на родину а стать монахом вместе с 30 рыцарями он собирался провести остаток жизни в иерусалиме узнав что француз и его рыцари достигли выдающихся высот в сражениях король и его бароны хотели переманить их на службу в ратниках чтобы они защищали их земли они спасали лишь свои души став монахами и этот человек чье имя было гугу депейн внял этому совету 30 рыцарей присоединились к нему гугу депейн родился примерно в 1070 году в маленькой деревушке региона шампань в 12 километрах от города труа он состоял на службе у графа гуго шампанского вместе со своим сюзереном в начале 12 века гугу депейн провел три года в святой земле а затем вернулся в европу гугу депейн был семейным человеком имел жену и детей а в 1114 году под влиянием глубокой набожности которая вероятно была в нем уже долгое время он отправился в святую землю уже без намерения когда-либо возвращаться гугу депейн военный стратег защитник святой земли он проникся сущностью иерусалима и это стало для него прозрением в иерусалиме ты не можешь быть обычным рыцарем там ты можешь быть только рыцарем бога посвятившим себя служению христу видимо эти мысли зародились в нем по приезде в иерусалим в течение нескольких лет гугу депейн обдумывал свой план а в 1119 году одно событие круто изменило его судьбу 28 июня 1119 года мусульмане города алеппо совершили нападение на антиохийское княжество бои велись настолько суровые что это событие было окрашено на латыни как агер сангвенис битва на кровавом поле а балдуин второй новый король иерусалима собственной персоной вышел навстречу врагу битва укрепила подозрение государства о том что угроза извне становится слишком велика новый король балдуин второй осознавал что необходимо большая армия чем есть в его распоряжении ему нужны охранники границ а также дорожный эскорт для паломников нужны дополнительные силы 16 января 1120 года в небольшом городке наблизь к северу от иерусалима был собран совет повернувший историю король иерусалима балдуин второй и патриарх вармунд собрали вместе церковно служителей и аристократию государства и в этот день два правителя приняли план разработанный гуга де пейном образование нового ордена рыцарей религиозный и военный полностью посвященный обороне святой земли король и патриарх вместе воспользовались этой возможностью представить к делу рыцарей патриарх пошел на риск потому что было неизвестно чем это решение обернется рыцари собравшиеся под сенью гроба господня получали власть они отделялись от патриарха и объявили о своей независимой духовной жизни то есть они больше не подвергались указаниям храма гроба господня а собственному предводителю которого сами выбирали при этом не теряя своей истинной сущности того кем они являлись воинами солдатами и шеваль и и деком батон сам король балдуин второй предложил членом нового ордена место для проживания это место упомянуто в другом манускрипте написанным гайомом тирским первым историком крестоносцев в течение того же года некоторые придворные рыцари посвятили себя служению христу и приняли обед жизни в целомудрии послушании и бедности так как они не принадлежали ни к одной церкви и не имели места жительства король одарил их палатами в своем дворце неподалеку от храма господня король был дуин второй сделал широкий жест предложив рыцарям для проживания крыло своего дворца в иерусалиме она лежала к йогу от эспланады мечетей от храмовой горы и лежала на территории мечети алякса прежнего дворца царя соломона гугу де пейн и его рыцари приняли имя по ассоциации назвавшись с бедным братством христа и храма соломона бедное братство христа и храма соломона позднее это название сократилось община стала одним из самых влиятельных орденов в истории храмовники или тамплиеры так как конфликты в святой земле продолжались члены новоявленного братства должны были искать пути расширения в двадцатых годах 12 века с целью роста тамплиеры должны были собрать войско хорошо обычных солдат а также им требовались деньги и земли в западной европе чтобы снабжать их ресурсами в походах гугу де пейн решил вернуться в европу и развернуть там огромную операцию по сбору средств и рекрутингу он странствовал из страны в страну франция шампань фландрия англия собирая войско и развивая свой план в качестве агента ищущего крестоносцев для короля иерусалима он посетил большую часть королевских дворов европы людям было любопытно кто он такой чего пытается добиться его орден а узнав это они впечатлялись и начинали предлагать крупные суммы большие пожертвования ордена тамплиеров настолько большие что скоро рыцари сделались очень состоятельными однако гугу де пейн и основатели ордена тамплиеров знали что ради получения еще большего количества людей и денег для святой земли их должны признать высшая власть того времени поначалу люди спрашивали кто это священники монахи рыцари кто они ведь священник монах не должен убивать но они воины рыцари отдельные христианские мыслители считают что смешивать молитву и битву в одном религиозном ордене это кощунство чтобы объединить общину и превратить ее в орден гугу де пейна следовало получить разрешение римской церкви а значит папы чтобы получить разрешение папы гугу де пейн воспользовался связями в регионе близ места его рождения в бургундии его первая жена эмилина туйонская была родственницей семьи демон бар из которой происходил человек связанный с христианской церковью и имеющий влияние в европе бернард де фонтен позднее ставший бернардом клервоским а после колонизации святым бернардом святой бернард входил в цистерианский орден и в 1115 основал новое аббатство монастырь клервос он имел благородное происхождение родившись на границе бургундии шампания у него были все данные воина умение убеждать ораторские способности и склонность к аскетичному образу жизни он интенсивно работал к цистерианскому ордене игравшим крупную роль в церкви в начале 12 века уже в 1129 святой бернард считался значительной фигурой в церкви своего рода моральным компасом королевство франции как для духовенства так и для мирского люда в ордене тамбриеров он осмотрел не только способ поддержать оборону иерусалима но и возможность реформировать рыцарей западной европы более ста лет еще до первого крестового похода было то что католическая церковь стремилась к реформации рыцарского сословия рыцари устраивали беспорядки находясь в постоянной вендетте друг с другом их считали гордыми и высокомерными и бернард клервоский усмотрел в ордене тамплиеров возможность предложить всем рыцарям так сказать ролевую модель вот такими вам следует быть он хотел отвлечь их от внутренних расприй и направить в русло более благоугодной деятельности уверенный что орден тамплиеров даст новую возможность католической церкви бернард клервоский написал манифест вошедший в историю он назывался похвала новому рыцарству это новый вид ополчения ведущего битву с плотью и кровью и со злыми духами они живут отдельно от своих жен и детей под одной крышей не имея личной собственности они не страшатся греха убиения врага так как это делается ради христа и ради христа они либо убьют либо умрут они смирение овец и свирепие львов мы даже не знаем называть их монахами или солдатами в этом труде похвала новому рыцарству конечно содержится оправдание убийства врагов но не только это что важнее в нем содержится противопоставление двух типов рыцарства оскверненное рыцарство где рыцари богаты или ищут способов обогатиться за что и сражаются их любовь красивой одежде и красивым лошадям и новый вид рыцарства которые воплощают тамплиеры не интересующиеся богатством личным богатством разумеется они посвящают свои жизни поддержки иерусалима святой земли и христианства как такового они сражаются не только за себя сколько за религию 13 января 1129 года верхушка христианской церкви под ведомством бернарда деклерва созвала собор в труа там собрались представители папы духовенства аристократии и ордена тамплиеров во время этого сбора был зачитан и записан первый устав ордена тамплиеров в наши дни в мире осталось всего 10 оригинальных копий среди них есть и труд написанный на древнем французском хранящийся в национальной библиотеке франции во-первых манускрипт содержит в себе весь устав ордена на 13 страницах из 14 затем следует список празднований полученные тамплиерами от папы а затем основной манускрипт о правилах ордена это можно сказать законодательство ордена мы можем сказать что этот манускрипт принадлежал ордену скорее всего даже какому-то влиятельному дому так как он очень красиво оформлен переплетен на страницах имеются водяные знаки красного и голубого цвета это значительная вещь в начале книги мы видим имена тех кто присутствовал на сборе первое и пожалуй самое важное матвей албанский представитель папы римского далее следует список имен людей которые собрались на сборе в городе труа и среди них духовные лидеры архиепископы реймса и санса епископы сусана парижа труа азера и буве 8 аббатов в их числе конечно бернард клервозский представители аристократии такие как граф шампани тибо граф невера гиом и в самом конце шесть тамплиеров присутствовавших на соборе в троа и среди них гюго де пейн магистр рыцарства на 12 страницах манускрипта написанного на свитке пергамента из козьей шкуры значатся все рекомендации собора членом ордена тамплиеров по ритму их молитвы в битве по уходу за лошадьми по питанию мясо предписывается есть три раза в неделю все до мельчайших подробностей запечатлено на бумаге в отличие от монахов воины не могут позволить себе поститься или не досыпать они должны набираться сил и быть готовыми к битве братья утомленные великой службой могут пропускать пробуждение для ночных молитв с разрешения магистра это само по себе необычно и прогрессивно тот факт что внутри религиозной общины содержится военный элемент поэтому есть и военный кодекс идеально вписанный в религиозные обряды тамплиеров немного далее написано что участники соборов труа открывают новую эпоху христианской церкви мы считаем что это новый тип религиозной жизни который родился на святой земле благодаря провидению это означает что вооруженный отряд рыцарей может не совершая греха убивать врагов креста и по этой причине у вас есть истинное право называться рыцарями храма впервые в истории церковь придала официальный статус идеи убийства во имя христа и теперь вооруженный отряд святой земли получил имя орден тамплиеров именно на соборе в труа состоялось рождение ордена тамплиеров и здесь же община окружавшая гуго де пейна в иерусалиме превратилась в подразделение латинской церкви некоторым сама идея ордена тамплиеров казалось практически еретичной один из хроникеров англии по имени генрих контингдонский называл их новыми монстрами собор в труа обозначил начало новой эры в ордене тамплиеров и тут же по всей европе начали распространяться слухи о новых рыцарях господа после соборов труа все стало очень быстро меняться потому что этот новый орден показался западному миру интересным в особенности конечно аристократии которые нашли способ инвестировать свои средства в нечто отличное от простых монастырей и пожертвования стали увеличиваться в размере они постоянно росли и уже через несколько лет тридцатым годам двенадцатого века в дополнение к своей влиятельности на востоке тамплиеры обрели влиятельность и на западе это стало отправной точкой ордена они стали первой европейской армии со времен римской империи рим закончил существование в пятом веке так что это была первая действующая армия за 600 700 лет довольно радикальный сдвиг на востоке появилась постоянная военная сила готовая защищать христианство и интересы христиан как только начались регулярные денежные и земельные вливания появилась возможность обучать солдат средневековый рыцарь это эквивалент современного танка это рыцарь в полном обмундировании на боевом коне довольно устрашающая фигура беги и прячься это элитные войска ударные войска спецназ 12 века именно в это время появились первые достижения тамплиеров на основе которых возникла легенда об их выдающихся боевых качествах изначально рыцари не производили особого впечатления они называли себя бедными рыцарями христа и храма соломона и они действительно были бедными у них не было ничего лишь одежда надетая на них и мечи и несколько коней но после соборов труа они стали получать крупные пожертвования земель и денег и внезапно стали состоятельными частью нового имиджа стала белая мантия сейчас это называется ребрендингом на средние века белый цвет прежде всего означал чистоту длинная белая мантия с красным крестом это символ данной ими клятвы ведь красный крест символизирует кровь пролитую христом ради искупления грехов человечества а потому обязательство члена ордена состоит в том чтобы положить собственную жизнь и кровь на алтарь защиты святой земли и иерусалимского королевства миссии тамплиеров является оборона святой земли а значит они должны были не только сражаться но и делать новое оружие организовывать походы строить крепости и защищать пилигримов благодаря пожертвованиям орден тамплиеров мог нанимать неофитов в целом в ордене тамплиеров было три уровня самыми известными были члены рыцарского братства чтобы войти в него нужно обладать благородным происхождением обычно они уже проходили рыцарское обучение так что уже могли выполнять функции рыцарь и тамплиеров если у тебя не было аристократического происхождения а простое крестьянское или у тебя была купеческая семья то ты становился тамплиерским десятником они участвовали в сражениях а еще нанимали кораблестроителей плотников приказчиков и других ремесленников третий уровень представляли братья священники это тамплиеры посвященные в духовный сан они исполняли обязанности капелланов статанистое и и когда неофит вступал в орден он обязывался делать множество вещей и все эти обеты приносились в определенной церемонии и самым решающим моментом и было надевание мантии на кандидата именно тогда он воистину вступал в братство тамплиеров и сразу затем принимал обет безбрачия послушания и бедности и обязывался сражаться всеми имеющимися силами за святую землю иногда мы называем это четвертым обетом и он был самым существенным так как любой тамплиер будь то рыцарь десятник или священник будь он на западе или на востоке обязан осуществлять оборону святой земли это вступление в братство вступление в орден а потому так важна мантия так важен меч и так важна приносимая клятва постепенно дома тамплиеров которые называли командорствами распространились по всей европе братья проживали в них скурпулезно соблюдая устав тамплиеров следуя только одной миссии подготовки к битвам с востоком а также при умножении богатства ордена с целью финансирование священной войны командорство это большое здание с жилыми помещениями общими помещениями амбаром для хранения зерна и самое главное часовней именно здесь капеллан проводил службы для всех братьев в графствах шампань бургундия прованс аверн и иль-де-франс были целые сети тамплиерских домов и командорств через каждые 30 40 километров эта сеть очень быстро сформировалась в 12 веке командорство являлись домами тамплиеров а также здесь осуществлялся рекрутинг вербовка все новых членов напрямую зависела от взаимодействия тамплиеров и их влияние на население в 1136 гуга де пейн первый магистр ордена тамплиеров умер после возвращения с войны на востоке его место главы ордена занимает робер де краон блестящие организовавшие операции и деятельность командорств которые продолжали развиваться благодаря пожертвованиям через десять лет после соборов труа события стали накаляться 29 марта 1139 папа иннокентий второй подписал папскую буллу вошедшую в историю на документе стояла его печать и он был окрещен о мне датум оптимум всякий дар совершенный по первым трем словам которыми он начинался всякий дар совершенный нисходит свыше от отца светов у которого нет изменения и не тени перемены мы призываем вас пылко сражаться с врагом креста а в награду вы можете оставить себе все захваченное без обязательства возвращать или делиться мы подтверждаем что орден тамплиеров со всем его имуществом благоприобретенным посредством богатств папы королей и принцев остается под защитой святого престола согласно этому тексту тамплиеры могут не только оставлять себе награбленные во время военных походов против мусульман в святой земле но и подчиняются они лишь одному авторитету самому папе никто не вправе обязать вас платить пошлины но мы подтверждаем что вы вправе собирать пошлины согласия епископов для получения полного искупления грехов и спасения души вам следует обращаться к священнослужителям для проведения богослужений и причастия мы наделяем вас властью строить собственные часовни на землях всех храмов чтобы ваши родственники могли посещать службы и быть похороненными в них ибо мораль братьев ордена может пострадать от того что по дороге в храм они вынуждены иметь дело с толпой грешников и тех кто их шается с женщинами орден тамплиеров больше не должен платить налоги церквям имеет право собирать пошлины минуя епископов обучать собственных священнослужителей строить свои храмы а любой кто сомневается в защите тамплиеров папой будет отлучен от церкви тамплиеры больше не подчинялись авторитету ни одной церкви ни архиепископом не епископом кроме самого папы это дало ордену небывалую свободу действий по крайней мере в церковной иерархии а также вызвало бурю негодования среди архиепископов и других членов религиозного общества которым казалось что орден наделен чрезмерной неуязвимостью и это не очень ответственно на протяжении последующих лет успешные священники и далее укрепляли полномочия тамплиеров в 1144 верующих убедительно попросили поддержать миссию ордена тамплиеров обещая помилование самого папы каждому благодетелю ордена тот кто одарил орден богом данными ему богатствами обрел тесную связь со святым братством и позволил ему получать прибыль каждый год ему будет отпущена 1 7 предусмотренных наказаний короли им дарили огромные земельные участки по всей европе но даже небольшие угодья поместья фермы водяные мельницы также принималось тамплиерами в качестве дара не было такого пожертвования которое они бы не приняли ведь все они шли на благую цель продвижение христианского государства на восток крестьяне охотно жертвовали ордену свое имущество так как это хорошо для твоей души хорошо для жизни после смерти ведь время твоего пребывания в чистилище сокращается и когда настанет время ты попадешь в нужное место в 1145 новая папская булла дала тамплиерам право хранить своих братьев на собственных кладбищах и свободно путешествовать по всей европе то что произошло с орденом с 1129 по 1146 можно сравнить с тем как маленький стартап за 17 лет превратился бы в интернациональную компанию даже по сегодняшним меркам такой прорыв за такое короткое время впечатляет а в средние века столь скорый приход к власти такой маленькой группы людей явление совершенно беспрецедентное но пока на западе дела ордена развиваются успешно на востоке все далеко не так уж радожна тамплиеры потерпели поражение в дамаске в 1129 в барине в тридцать седьмом в текуа в тридцать девятом и особенное тяжелое поражение в эдессе в 1144 где погибло порядка 30 тысяч христиан поражение крестоносцев следовало одно за другим это неудача не тамплиеров это неудача армии иерусалимского королевства тамплиеров там было всего несколько десятков однако все эти поражения были весьма горькими тамплиером не хватало влияния на армию а в армии насколько нам известно не хватало порядка и дисциплины в свете всех этих поражений и угрозы христианскому миру папа евгений третий решил действовать папская булла quantum predecessors призывала к новому крестовому походу сам бернард клервоский стал во главе мобилизации населения 31 марта 1146 года в визеле в провинции бургундия он приглашал защищать святую землю обещая всякому кто примет крест полное отпущение грехов среди саверенов отправившихся во второй крестовый поход были король франции людовик 7 и его жена элеонора аквитанская а чтобы обеспечить себе победу в этом предприятии они обратились к тему кого были средства к ордену тамплиеров в 1147 году людовик 7 попросил помощи у ордена тамплиеров и впервые доверил им свою сокровищницу у них уже были ресурсы способные помочь королю в крестовом походе вооружении кораблей и тому подобным именно тамплиеры служили разведчиками хранителями проводниками ведь путь крестового похода был невероятно трудным для людовика 7 они страдали от суровых турецких налетов и королевскую армию спасли только рыцари-тамплиеры которыми руководил маршал эврар де бар который позднее стал магистром ордена на армия войны людовик 7 был не единственным монархом отправившимся во второй крестовый поход конрад третий король германии также прибыл в святую землю с 20 тысячами людей но уже в первые месяцы схваток армии двух королей потерпели крупные поражения против мусульман гора кадмос дарили и нап одно поражение за другим людей погибало все больше и больше финансирование проигранных боев обходилась королям все дороже и дороже и людовику седьмому потребовалась помощь в поиске средств он вновь обратился к своим союзникам ордену тамплиеров когда в 1148 крестовый поход оказался в сложной ситуации ледовик обратился к магистру ордена с вопросом может ли тот помочь магистр отправился на корабле крепостью ордена и привез деньги это был первый раз когда орден выступил в качестве банка оказывающего поддержку европейским короля они не просто поддерживали интересы церкви боролись за христа и защищали души к началу второго крестового похода они обрели финансовое могущество и в буквальном смысле спонсировали крестовый поход невзирая на финансовую помощь тамплиеров войска короля франции короля германии не смогли отвоевать земли у противника после трех лет военных действий оба монарха капитулировали крестовый поход оказался тщетным тем не менее ордену тамплиеров он принес выгоду второй крестовый поход обернулся полным провалом но большей части из-за того что на месте присутствовали и конрад 3 и король франции они не могли прийти к соглашению ни в одном вопросе они приняли все возможные плохие решения как например осады дамаска окончившиеся поражением и большими финансовыми потерями для короля франции чтобы вернуться домой королю франции пришлось просить денег у тамплиеров ему нужны были эти деньги и он не мог по-другому поступить поражение во втором крестовом походе было выгодно тамплиерам они одолжили королю денег они то как раз на этом всем выиграли темплиеры показали свою эффективность с лучшей стороны одолжив денег королю франции и на одной стадии проведя реорганизацию его армии и король этого не забудет второй крестовый поход обернулся оглушительным военным поражением людовик 7 вернулся во францию в 1149 как финансовое состояние так и дипломатическое положение его были подорваны но его неудачи дали очередную возможность роста ордена тамплиеров он вернулся из святой земли с пониманием того каковы рыцари этого ордена для него блеск ордена тамплиеров затмевал весь свет ничто не могло сравниться с ним и потому он продолжал отдавать им все деньги полученные посредством налогов а также отдал им виллу савиньи которая стала большим командорством храма савиньи этот король был совершенно очарован ордена ведь ордену не было еще и 30 лет с начала создания а король франции был поистине безоговорочным сторонником рыцарей ордена во время второго крестового похода тамплиеры были способны поддерживать свой контингент из собственных средств а впоследствии были в состоянии дать королю франции серию больших займов чтобы поддержать движение его армии в защиту святой земли концу двенадцатого столетия тамплиеры стали влиятельной международной организации нам точно неизвестно сколько членов насчитывал орден но очевидно у них было около шести сотен братьев рыцарей в странах крестоносцы а также куда более масштабная пехота наемные силы и последователи в западной европе было не меньшее количество братьев рыцарей братьев десятников и другого персонала обеспечивающего поставку ресурсов святую землю тамплиеры славятся своей алчностью но мне кажется что они были просто очень хорошими предпринимателями в начале второй половины двенадцатого века орден тамплиеров становится все могущественнее поддержка папа и королей позволило ордену накопить ощутимое состояние построить множество командорств на западе и замков на востоке его численность не перестает расти правительство новых рыцарей христа только начинается программа подготовлена к показу компании sd media в 2020 году перевод елизаветы неймышевой текст читал александр скиданов читал александр работает с